Друзья, всем большой привет! С вами Артур. Сегодня мы поиграем в Tower Defense под названием Mars Rising. С утримана я искал различные игрушки про космос и наткнулся на этот проект, который сейчас находится в раннем доступе. Сразу же скажу, что я его долго искал на торрентах, его, к сожалению, нету. Поэтому, если вы захотите в него поиграть, то придется покупать. Он стоит там, по-моему, 350 рублей. Итак, мы с вами отправляемся в экспедицию на самый настоящий Марс. Я не буду вам показывать, наверное, первые миссии, потому что, ну, там, там банальщина. Как говорится, скажите А, чтобы потом произнести Б. Очень все банальненько. Но в целом эта игрушка является классическим Tower Defense, но с некоторыми своими видоизменениями. То есть здесь у нас есть и строительство, и добыча ресурсов. И вообще, меня, знаете, графика довольно сильно порадовала в этой игре, честно вам скажу. Ну, давай-давай, синий мужик, по синьке, собственно говоря, сидит, что-то употребляет, видимо. Да, поболтал-поболтал и рассказал. Здесь, то есть, мы с вами строим экстракторы так называемые. Нам, плюс-добавок ко всему, необходимо распределять вот наших бойцов как раз-таки на разные места. Мы должны с вами запрашивать подкрепление. И давайте я заранее... А, я тут уже как раз-таки все исследовал, поэтому мне не надо опять повторяться. Ну, в общем-то, такая тема. Но, знаете, чему я был удивлен? Я был очень сильно удивлен, что здесь мы, судя по всему, воюем против советских зомби. Вот прям реально. Потому что, когда показывали арты этой игры, ну, в частности, там арты моих противников, то я заметил, что там, ну, на руке написано Советский Союз. Притом, какой-то очень толстый, судя по всему, был этот космонавт. Очень любил он, не знаю, космическую еду. Ибо реально толстячок там такой знатный, притом дамажит очень-очень хорошо. Я думаю, мы с вами еще их увидим. Собственно говоря, мы с вами уже открыли нашу первую базу, самую настоящую. Я прокачал сразу же экстракторы заранее. Ну, чтобы нам было потом попроще. И давайте еще пушечки мы с вами апнем. Дожидаемся подкрепления. И на перехвате сейчас поставим еще дополнительную турельку, которая будет здесь перехватывать этих зомбаков, которые смогут прорваться. Пока что не ускоряемся. Вы знаете, я допускал уже маху в этой игре. Когда я такой думал, ну, все, у меня база такая крутая, все дела, батька Диодант, и потом меня очень жестко наказывала игрулька за это. Нам с вами нельзя дать противнику, собственно говоря, уничтожить наш аппарат, который прибыл на Марс. Вот мы видим, отправляем запрос на подкрепление. Ну, такая приятная она. Конечно же, ожидать, что прям горы свернет эта игра, не стоит ни в коем случае. Но фанатам жанров, я думаю, такое своеобразное разнообразие, оно понравится. Давайте мы с вами еще докачаем нашу турельку до третьего левла. Ой-ой-ой, тут мы видим, да, что у нас опять-таки очень уж большое количество противников появляется. Так, и, наверное, здесь нам тоже придется поставить еще одну дополнительную турельку. Всегда следите, ребята, за этими гребанными зомбаками. Потому что они умудряются вообще делать страшные вещи. Они умудряются как-то пройти сквозь вот все наши турели. И сейчас вот мы видим, да, что... Черт подери, этот ублюдок просто взял и нанес нам такой довольно серьезный дамаг. Почти прибыло подкрепление. Хорошо. Денежек, друзья мои, нам опять-таки не хватает. И вот-вот-вот то, о чем я говорил. Стоямба! Блин, он атакует нашу базу. Сейчас надо успеть его разбить. Вот, ребята, то, о чем я и говорил. Эта тварь просто взяла и прошла. Поэтому обязательно всегда следите. Не расслабляйте свои булочки. Я не знаю, можно ли тут настраивать уровень сложности, но на обычном уровне сложности меня пару раз... Ребятки так по голове оприходовали знатно. Ну что, купим еще 150 мы с вами единиц нашего добра. И, кстати, у меня на левом фланге вообще никто не закреплен, чтобы вы понимали. Там просто никого нету. Ладно, тогда мы с вами отправляем сюда наших бойцов, потому что здесь у нас идет новая волна. Ну и купим денежки, потому что в скором времени уже с запада отправятся. То есть людей не хватает. Зомбаков постоянно очень много. Они тут реально какие-то злые. В общем-то, давайте мы с вами тут тоже эту пушечку поставим. И, наверное... Блин, я уже даже не знаю, откуда мне направить людей сюда. Да, ибо все практически заняты. То есть, видите, кто-то там на добыче сейчас находится, кто-то здесь. А зомби-твари уже топают у нас. И вот он как раз-таки этот космонавт. Я не знаю, советская он фигней или нет, но непонятника. Также мы с вами прокачиваем здесь пушки. И скоро еще очередная волна у нас пойдет с этой стороны. Но, в принципе, там есть человечек, поэтому мы с вами постараемся там как-нибудь справиться. Сейчас прибывает подкрепление. Наконец-таки, ребята, давайте сейчас будем с вами вместе сражаться. Такс. И, 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 и... И похоже, что зомби дошел до нашей базы. Поэтому нам придется сейчас опять-таки отправить сюда человечка. И сразу же, моментально отправляем запрос на подкрепление. И вот этого свободного паренька. Вот, 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 ребята, обратите внимание. Фэт Волкер. СССР. Я не знаю, какой-то там жуткий космонавт, судя по всему, у нас был. Ну, такс, давайте мы с вами здесь тоже на перехвате. Поставлю я вот сюда эту пушку, чтобы она там уже могла кого-то перебить. И вот он пошел, наш Фэт Волкер. В принципе, здесь я все докачал до конца. Давайте еще здесь проапаем. Наше здание. Ждем подкрепление. И отсюда бойца переводим на новую точку. В общем, постоянно вам надо будет следить. Вот так вот перебрасывать своих товарищей. Это не то, что в обычных, да, тавер диффенсах. Когда вы взяли, поставили, там что-то воюют. А вы такой сидите, попиваете пивко и все хорошо. Нет, 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 нет. Увы и увы, так не получится. И чинить наш основной этот космический модуль у нас, ребята, тоже не получится. То есть надо всегда следить внимательно за тем, что у нас есть. Можно, в принципе, еще одну турельку сюда поставить. Потому что толстячки тут, конечно, вообще жесткие. Давайте мы с вами покинем вот это все дело. Пересядем в новую тему и быстренько проапгрейдимся. Вау-вау-вау-вау-вау. Там еще толстячки у нас с вами внизу оказались. И, конечно же, ребята, самое лучшее, если вы не будете терять свои здания. То есть я, к сожалению, как вы можете заметить, допустил тут ошибку. Я потерял здание, и за это у нас, понятное дело, будут сниматься очки. Ну, шестая волна. На западе мы, в принципе, уже все сделали, поэтому можно спокойно продавать все, что здесь находится. И фокусируем мы с вами свои силы сейчас на другом направлении. При том, что один такой хабчик, он может запитывать четыре здания. Об этом тоже необходимо помнить, чтобы у вас не возникло каких-нибудь там эксцессов. Хорошо, рассаживаем людей. Тут у нас вроде как практически все прокачено. Заканчиваем это добро. Ну, и на западе, раз уж у нас с вами тут свободно, я могу не переживать и перенаправить все это дело в другое русло. Быстренько докачиваем новые наши турельки, которые здесь оказались. Ну, и уже вроде как можно, конечно же, взять и ускориться. Ну, друзья мои, от греха подальше, давайте подождем. Ты уж тут никогда не знаешь. Когда к тебе придет эта тварь, прибывает еще у нас дополнительный человечек. Поставим мы с вами его сюда. Ну, я на всякий случай запрошу себе еще одного батьца. Мало ли там, ребятки, 10 баксов. Не лишними, как я люблю говорить, да. И вот опять эти толстячки. Фэт Волкер, советский такой космонавт, против нас топает. А почему именно советы? Я не знаю. Какой-то кроулер. Толстые советские космонавтики у нас с вами здесь. Такс. И, наверное, финальную турельку тоже надо докачать. Прям вообще. И здесь тоже заготовиться, потому что, если там кто-то у нас прорвется, надо будет, конечно же, сделать все как надо. Ну, а в следующей миссии у нас, по-моему, появятся вообще новые постройки, новые турельки, новые башни. Мы обязательно на них сейчас с вами посмотрим. И тем временем пошла у нас уже девятая волна, но с юга вроде как нет. С юга там еще кто-то у нас топает. Вот-вот-вот-вот-вот. Обратите внимание, еще и еще больше толстячков. Ну, тут уже турельки у нас прокаченные, поэтому нормально. Можно себя как-то, знаете, поувереннее чувствовать. Еще вот эти мелкие твари, они, конечно же, не страшные, но можно так случайно проморгать, тем более, что их очень плохо видно. И учитывая, что наши уважаемые бойцы тоже иногда тупят. Вот, кстати, практически слили мою турельку. И давайте мы с вами перестреляем этих пацанов толстых. И вот у нас еще одна турелька дорабатывает. Вроде как все. Вроде как миссия закончена, победа. Но понятное дело, что мы с вами выполнили только одну из трех. Я пока что ни разу не смог сделать миссию идеально. И тут есть какие-то перки. И, ребятки, я бы, конечно, я бы хотел их себе взять, но, к сожалению, не знаю, как взять себе этот перк. Возможно, стоит пройти какую-то из миссий прямо вот идеально. Поэтому lander is 100% intact, no crew, building close. Давайте попробуем первую миссию пройти. Я уж... Ребятки, простите меня, что буду вам показывать такую дичь, но мне нужны эти перки. Я хочу себе какой-нибудь интересный перчик заполучить. Хорошо. Вот как раз-таки первая миссия. Мы тоже с вами прилетаем. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Нам сейчас вот как раз-таки обучение. Не хотел Диодант показывать вам обучение, но придется. Давай-давай-давай. Такс, монолит мы с вами изучили, построили экстрактор. Строим эту штучку замечательную. И сейчас по фасту попытаемся все это дело пройти. Такс, далее турели. Давай-давай. Build our first defense tower. Хорошо. И направляем мы с вами дополнительно сюда людей. Плюс па-па-па-па-па. И еще сюда мы с вами направим на добычу, соответственно, ресурсов. Да, у меня был в первой миссии фейл. Или во второй, когда я просто-напросто подзабыл поставить туда своих бойцов. И за это поплатился. По-моему, у нас недоступно улучшение. Да, поэтому мы с вами сейчас сюда направим людей. И еще сюда. Нельзя допустить такого, чтобы кто-то взял и уничтожил непосредственно наши башенки. Поэтому пусть у нас здесь с вами людишечки мои постоят, подумают и поработают. Хорошо, башня стоит 200 единиц. У меня здесь только первый экстрактор. Пока он там построится, пока там что-то появится. Кстати, тоже волкер. И посмотрите, да? У него тоже СССР и советский наплечник. Вот так вот, ребята. То есть мне это не показалось. Я не спятивший, сумасшедший. Это реально. Советские космонавты атакуют. Ну, кого же еще выбрать, да? Ким Чин Ын пока что у нас там в космос не полетел. Поэтому пусть будут советские космонавты. Так, хорошо, садимся мы с вами внутрь. Давай, уважаемый. Отправляемся сюда. И чертов ублюдок. Вот вы посмотрите, а? Он все-таки взял и дошел туда. Блин. Блинский блин. Только бы я успел его завалить. Сука, выходи, а. Блин, похоже, что не получится мне эту миссию выполнить идеально, потому что нашу пазу уже... Ай, чутка покоцали. Друзья мои. Увы, увы. И вот здесь, я вам говорю, очень тяжело взять и прям досконально уничтожить всех этих зомбаков. Какая-нибудь тварь обязательно мимо пройдет. Ладно, садимся тогда внутрь. При том, что подкреплений у нас там каких-либо нет, насколько я понимаю. То есть я не могу это ничего сделать и остается рассчитывать только на такое добро. Обязательно ремонтируем наши здания, потому что за это тоже могут нам засчитать. Отлично. Продаем мы с вами это все добро. И построим сейчас наши турельки на юге. Если там волна какая-то будет лютая, то мы с вами их здесь перехватим. Все, давай затыкайся. Ну, а пока что вроде нормально мы с вами. Стоим, действуем против них. Опять-таки, полчаса. Вот сколько вообще людей Советский Союз умудрился запустить в космос, что там такая дичь произошла. Давайте еще раз мы с вами отремонтируемся. Ну и финальную волну уничтожили. Не знаю, дадут ли мне идеальное прохождение. Скорее всего, нет. 92% Блин. Ах, ребятки. Ребята, я извиняюсь, но давайте мы с вами еще раз попытаемся пройти эту миссию. Мне просто очень интересно, дадут ли мне перк за все это добро. Можете пролистать. Серию чутка вперед. Но я думаю, что вы пройдете этот путь вместе со мной, да? Я думаю, что самая лучшая идея будет, если я возьму и оставлю одного из космонавтов вот непосредственно рядом с нашим экстрактором, рядом с нашей миссией. Так, 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 все построил. Хорошо. И теперь у нас с вами опять эта задача постройки экстрактора. Давай, давай, давай. Хорошо, строим турельку. Направляем людей сюда. Ждем, пока у нас достроится данная турель. И опять-таки пропускаем мы с вами все это обучение дурацкое. Ну, то есть вы понимаете, да, что игра, она простейшая в плане обучения. То есть здесь не надо там знать кучу английского языка. В этом плане все здесь элементарно, конечно же. Главное, чтобы эта тварь заткнулась. Поэтому мы с вами выделяем сюда одного товарища. Далее второго отправляем сюда. И еще одного бойца, наверное, перехвачивают в эту сторону. Все, у нас получается вот этот только готов. Хорошо. Ну, и я думаю, что можно нам потихонечку брать и ускорять все это дело, чтобы посмотреть, как там все это добро у нас выглядит. Потом, соответственно, попробуем рассадить их. Что-нибудь придумаем. Чего что-то говорить. Хорошечно, опять-таки, у нас тут с вами этот волкер новый. Я думаю, что вот на левом фланге надо чутка посильнее оборону нам с вами укрепить. Вот как раз-таки поставить данную турель. Ибо здесь, ну, зомбаки, они покруче, по-моему, были. Так, хорошо. Первую волну мы с вами отбили. Всех уничтожили, что самое главное. И сейчас попробуем, наверное, вот с этого фланга поотбиваться от них. Ну, хотя, в принципе, у нас тут уже практически все волны завершены. Но один боец у нас по-прежнему будет стоять на подстраховочке рядом с базой. Ребята, мы уже жизненаучены, да? Что тут может всякое разное добро произойти. Ну, и две турельки здесь, я думаю, спокойно все сделают. Порешать. Сейчас проверим, как у нас тут все это дело пройдет. Далее, здесь у меня пока что не хватает денежек, чтобы новую турель построить. И все, волна завершена, поэтому быстро мы с вами тут все продаем. И строим еще дополнительные турели здесь. Все. По-моему, больше я не могу тут ничего сделать. Ждем четвертую волну и направляем сюда. Хорошо, ускоряем ход битвы. Оставшийся Дизмонтайлз Норс Фронт. А что это я сделал, интересно, с ним. Так, слушайте, вроде как я там все завершил. Поэтому посмотрим на наш другой фланг и посмотрим, что у нас будет здесь. Ну, данную турельку, я думаю, лучше просто пускать на ремонт. Потому что мне необходимо, чтобы зомбаки дальше проходили. Здесь точно никого нету, там у нас все хорошо. И вот буквально перед окончанием мы с вами возьмем и отремонтируем турель. И все, все перехватили, но это должно было быть идеальное прохождение. Виктори, что мне сейчас дадут? Отлично, один, два, три. И перчик у меня есть. Ооо, слушайте, реально. Ха-ха-ха. Ребята, за идеальное прохождение дают перк. Слушайте, вот я не ошибался. Так, ну хорошо. Возьмем себе тогда вот такой перк. Блин, тогда получается у нас с вами имеет смысл проходить миссии прямо на идеальное. Но это надо так заморочиться, если даже в первой миссии у меня с горем пополам это получилось сделать. Я-то думал, что перки я смогу выбрать. Но на самом деле это не так. Так, сейчас, ребят, секундочку. Дело в том, что я тут по-прежнему немножко болею. Ну давайте мы с вами по фасту поставим наши экстракторы. Быстенько сейчас развернемся здесь. Далее сразу человечка направим на исследование. Запросим, наверное, еще дополнительное количество бойцов. И поставим здесь экстракторы. Раз, два, три. Но, друзья мои, может быть стоит в первую очередь сюда направить. Но вот эти два хотя бы. А третий уже там потом. Тем более, что здесь уже начинается какая-то жара. Там уже кто-то хочет топать против нас. И плюс еще с этой стороны тоже. Какой-то там желающий. Прокачаем мы с вами еще раз экстрактор. Сразу направим человечка сюда. Ну то, что видите, тут еще надо брать с запасом времени немножко. То есть понимать, когда твой боец дотопает до этой турели, уже может пройти довольно большое количество времени. И ты просто-напросто не успеешь. Поэтому мы с вами сейчас там защитимся. Я думаю, что надо еще один хаб поставить здесь, чтобы заранее мы там перехватывали наших врагов. И практически прибыло к нам подкрепление новых бойцов. Мы сейчас для них подкопим денежки, чтобы там у нас побольше людей было. И сразу же человечка сюда направляем. Хорошо. 228. Здесь у нас требуется 300. Ну вот я думаю, еще стоит немножечко подождать. Отлично. Исследовали монолит. Ждем первую волну, которая уже начинает к нам прибывать. И вот, кстати, здесь тоже первые зомбачки уже оказались рядом. И, наверное, эту турельку надо бы поставить, друзья мои, вот рядом с базой непосредственно. Потому что 100% кто-нибудь, да там пройдет мимо случайно, кто-нибудь там нас зацепит. Хорошо. Ставим сюда еще одну нашу штуку. Так. Ну и апгрейдиться не знаю, стоит или нет. Давайте здесь ее организуем. У нас, в принципе, есть в запасе еще двое бойцов, да? На этот счет переживать не стоит. Плюс здесь заранее. Ага, заранее, конечно, Диодан. По-моему, кто-то там дошел до нас. Нет? Или мне кажется? Нет, это вроде как наши бойцы. Хорошо. Здесь тоже поставим мы с вами турелечку. Ну, в общем, теперь придется посуетиться, как вы понимаете, да? Врагов очень много. Враги тут реально лютые. Прокачаем рядом с нашей базой непосредственно поближе. И я думаю, что еще одну такую штучку нам с вами надо вот куда-то сюда, что ли, организовать. Либо мы там за другой счет попробуем поставить. И на севере начинаются проблемы, да? Кто-то начинает бить наши турели. Плюс здесь скоро пойдет новая волна. Мы с вами тоже туда людей берем. И прибывают у нас дополнительные подкрепления. Хорошо, ребятки, хорошо. Но не расслабляемся ни в коем разе. Апаем добытчик наш замечательный. Апаем турельки. И здесь необходимо еще турельку поставить, чтобы она заранее там принимала. Ну, хоть чуть-чуть дообрабатывала противников. Но вроде как идем неплохо. Беда правда в том, что у меня с этого направления никого тоже нету. Поэтому заранее мы с вами здесь организуем энергетический хаб. И апаем мы с вами наши турельки. Здесь ставим новую. И при том, при этом мне необходимо еще, друзья мои, поставить технический центр. То есть, чтобы я исследовал новый вид турели, ракетный. Потому что у меня пока что денег на все это добро нет. Так. Вот, вот, вот. Нам как раз таки сигнализируют, да, о том, что необходимо поставить техцентр. Но он стоит 300 золотых, ребята. Чтобы вы понимали. Это дофига. Это очень даже много. Потом надо еще здесь прокачать турельку нашу. Прибывает к нам подкрепление. Хорошо, хорошо. И с этой стороны тут наша турелька соло вроде как сражается пока что. Надо запросить подкрепление. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Ну, 300, 300 это очень дорого. Но вроде как пока что мы справляемся с нашими противниками. Поэтому лучше, знаете, сейчас потратиться, да. Тем более, что потом человечка надо направить в исследовательский центр. И справиться с этим как-то нам с вами надо постараться. Далее здесь еще одну подстраховочную турель обязательно поставить. Потом здесь проапать необходимо. То есть, видите, постоянно, постоянно какой-то движ-париж происходит. Нам надо то туда направить людей, то сюда перенаправить их. Тем более, что вот тут уже некоторые зомбаки у нас пробираются, да. Пытаются они уничтожить вот наш этот центр. И еще на правом фланге вообще нету на данный момент ни одной турели, чтобы вы понимали, да. Но вот у нас требования к исследованию ракетного лаунчера. Тоже мы с вами берем себе. Практически добили. И у нас скоро прибудут еще два человека. То есть, даже две турели здесь не смогли остановить этих тварей, чтобы вы понимали, да. Ну что, ждем. Я думаю, что уже нельзя затягивать вот с этим моментиком. К нам прибывает еще человечек дополнительный. Хорошо. И мы с вами строим здесь вот эту турель замечательную. Кстати, первая турель вообще даже не прокачена. Здесь уже, ребятки, к слову, толстые космонавты появляются у нас. Поэтому сейчас мы с вами с ними разберемся. Наверное, я отправлю на ремонт. Хорошо, хорошо, хорошо. И здесь тоже отремонтирую заранее. Потому что, мало ли, там уже наступит конец миссии. А я забуду. И мы с вами апгрейдим потихонечку все это добро. То есть, игра не отпускает. Постоянно здесь какое-то у нас с вами есть напряжение. Прокачиваем до третьего левла. И здесь тоже наши тылы прикрываем. В идеале было бы еще, знаете, куда поставить. У нас, по-моему, энерджи хабы уже закончились. Блин, хотелось бы мне еще куда-нибудь вот сюда запилить. Но, по-моему, там уже максимально, да. Все слоты задействованы, к сожалению. То есть, все ушло на экстрактор. Опа, ну там вообще же пень начинается. Мы можем, в принципе, ракетный лаучер сюда запилить. У нас есть еще свободный человечек. И 150. Но я уж потерплю, наверное. Я уж, наверное, два человека запрошу. Хотя, куда мне тут еще больше людей? Ну, пусть даже они стоя там стреляют по противнику. Да, вообще. То есть, это тоже лишним. Человек не будет, что называется. Хорошо, заходим мы с вами внутрь нашей ракетной турели. Тут вообще у нас пострадало, мы видим, да, от толстячков. Такие они жесткие. Но здесь еще есть свободные места. И здесь я как раз-таки поставлю побольше ракеток. Либо еще, кстати, навстречу. На первой-первыхой встрече с врагами. Можно там все это дело организовать. И, по-моему, здесь все-таки у нас потребность побольше. Ёлы-макарелы. Да там, слушайте, пробиваются вообще знатно. Эти товарищи наши замечательные. Давайте-ка я, наверное, сюда переведу человека. Потому что... Потому что... Потому что они пылоты. Тут уже очень много противников у нас с вами оказалось. Исследовать новые лаунчеры я не могу. Прокачаемся заранее здесь. Блин, и они просто взяли, сломали... Бляха-моха. То есть уже я, ребятки, не получу эту ачивку из-за того, что я потерял здание. Уже я перкулю. Ребятки, получить не смогу. Я не представляю, как там дальше воевать. И у меня еще и человека убило вдобавок ко всему. Ну, ребятки. Хреновый командир из Диоданта получился, да? Ну, идея строить прям под носом у толстячков вот эту всю штуку была, по-моему, не самой лучшей. Ладно, запрашиваем еще одного человечка. Сажаем внутрь бойцов. Да. Да-да-да. И это только седьмая волна. Я не представляю, что будет там на волне одиннадцатой примерно. Прокачиваемся. И, кстати, я еще экстрактор там третий не докачал до конца. Молодец вообще, красавчик Диодант. Просто максимально эффективный паразит у нас, ребятки, какой-то. Да какая тактика, блин? Диодант тут, блин, жопой воюет своей. Какая тут тактика? Ладно, еще есть у нас с вами возможность поставить дополнительную турельку. И, наверное, я ее организую непосредственно рядом с базой. Ракетный лаунчер прокачиваем на третий левел. И вот этот паразит идет. У него четвертый левел опасности. 90 хп. Ну, ребят, вы понимаете, да? Что игра становится все серьезнее и серьезнее. Прокачиваемся. И вот прибывает новый боец. Хотя нет, он не такой опасный. А, не-не-не-не-не, смотрите, там какой-то паразит из него выполз. Слушайте, надо быть аккуратным вообще. С такими паразитами очень опасно, честно говоря, обитать. Ну что, 450 у нас стоит заказать еще троих бойцов. Давайте закажем уж лучше троих. А потом, в принципе, можно будет перестать. По крайней мере, я в ожидании чуда, что у меня там более сильные товарищи появятся. И вот первую нашу, первый ракетный лаунчер я пока что вообще никак не прокачал. Но я думаю, что можно направить сюда товарища, потому что, вы видите, здесь идет прям толпа этих советских космонавтов толстых. Блин, вот харю на еле, а? На космическом борще. И плюс у меня турелька здесь одна оказалась не прокачена. Далее забираем все это добро. И наш ракетный лаунчер 125 требуется на все это дело. Тоже прокачаем сейчас спокойненько. Меня, знаете, что удивляет? Что не трогают наших экстракторов. То есть они там все спокойненько что-то добывают. Война идет вообще в другом. Русли, что называется, все у них спокойно. Никто их не парит. Так, ну тут я вроде как практически все уже докачал. И, блин, уничтожили мою турель, к сожалению. К сожалению, к сожалению, ребятки, маху я дал. То есть вы понимаете, да, даже такие силы не всегда способны остановить противника. Все, я тут уже все запитал. У меня трое новых бойцов появляются. Наверное, я сюда сейчас направлю товарища и попытаюсь отремонтироваться. Толстячки, короче говоря, поопаснее того паразита оказались. Так, стоям-бо, стоям-бо. И вот тут толстячок уже на нашей базе непосредственно дотопал. Ну то есть какой смысл нам будет непосредственно брать и выполнять эту миссию? Ну идеально, если там даже одно условие уже снимает получение перка. По мне так это немножко глупо. Но добавляет игре определенного рода хардкорности. То есть здесь у вас реально нет права на ошибку. Прямо от слова совсем. А, кстати, мы с этого направления с вами все зачистили. И, в принципе, осталось только здесь разобраться. Поэтому давайте тут мы с вами рокет-лаунчер поставим. Пару штук. И опять-таки толстячки у нас топаются вот с этого момента. Поэтому мы с вами это продадим. Поставим здесь рокет-лаунчеры. Ну и опять-таки плохая была идея, честно говоря. Потому что нас сейчас тут просто возьмут и снесут. Ёлы-макарёлы, ребята, да там их вообще дофига. Вы посмотрите, сколько там толстяков. То есть это была только прелюдия, что ли, к тому, что у нас сейчас будет происходить. Офигеть, ребята, ремонтируемся, ремонтируемся. Там их очень много. Уничтожили ещё нашу турельку дополнительную. Вот, ну, 11-я волна идёт как-никак. Это уже, ребята, моща тут у нас. Хорошо. Ремонтируемся быстренько. И база уже андер-атак у нас находится. Вот шайтан-труба. Ремонтируемся. То есть я не смог остановить прям всю эту волну. Победа, конечно, но победа такая постыдная, честно вам скажу. То есть 88%. Я только монолит исследовал. Скопился четыре монолита. Да толку от этого монолита? Он мне ничего не даёт. Если бы он там плюшки какие-нибудь мне предоставлял, это было бы классно. Ох-ох-ох. Пятая миссия. Ребят, я даже не знаю, что там нас будет ожидать. Там чувство вообще будет жестяк какой-то. Сейчас диодант получит по голове. Я понял тебя, братишка. Я понял. Ох. Сейчас бы ещё понять, с какой стороны у нас будет идти первая волна. Конечно же, beautiful. Вообще beautiful, дружище. Сразу запрашиваемся троих бойцов. Так, только откуда у нас пойдут товарищи наши замечательные? Блин, наверное, надо с вами сразу отправить человека на монолит. Исследовать далее экстрактор. Раз, два. Почему это, интересно, не могу я построить сюда? В смысле, в смысле, не понял. А почему это, я не могу, интересно, кучу экстракторов поставить? Офигеть, только в одном месте, что ли? Вот это, ребятки, поворот, конечно же. Вот это, друзья мои, поворотец такой очень необычный, я вам так могу сказать. Хорошо, направляем людей сюда. И откуда у нас первая волна пойдёт? Пока что непонятно. Далее ставим экстрактор. Заранее поставим турельки. Раз, два, три. Трис, чтобы тоже было понятно. И человечка сюда направляем, да? Раз, два и трис. Хорошо. Осталось нам с вами, получается, прокачать наши экстракторы заранее. Прибывают ещё три человека в нашу базу. Ну, ребята, извиняйте, у меня сейчас денег нету, чтобы там их куда-то перенаправлять. Только здесь уже всё непосредственно идёт первая волна, поэтому надо торопиться. Ну и вложиться в экстракторы. Просто по максимуму сейчас необходимо. Только вот с обеспечением денежного удовольствия я что-то смогу здесь сделать. Хорошо. Сколько там у нас? 238 бойцов, я так понимаю, пойдёт. И монолит почти исследован до конца. Но это, по сути, цель нашей миссии, ради чего мы с вами сюда и прибываем. Хорошо, апгрейдим. Наши штуки-дрюки. И, блин, уже первые зомбаки поползли сюда. Вот это, ребята, поворот. А я не готов к такому повороту событий, честно вам скажу. Но, благо, турелька там у нас прокачана более-менее. Плюс я пока что не запросил вообще новых товарищей. Давайте хотя бы одного. Мы с вами должны получить на нашу новую базу. Ну и 200 единичек золотых подкопим после прокачки непосредственно экстракторов и поставим здесь дополнительные турели. Потому что именно отсюда идут такие прям жёсткие волны, я смотрю. Ух, ребята, 229 зомбаков нам предстоит уничтожить. Давайте тут мы с вами ещё одну турельку организуем. Жёсткая миссия, друзья мои, жёсткая. Всё очень опасно. Садимся внутрь и ждём подкреплений. И вы знаете, я очень вовремя туда поставил эту турель, потому что как раз-таки некоторые из зомбаков умудрились у нас с вами прорваться. Уже тут у нас всё на максимуме. Экстрактор раз, два, три. Ну и я удивлён тому факту, что я не могу вот здесь, допустим. В этом как бы и был смысл. Давайте мы с вами, кстати, подкупим деньжище и отправим вот как раз-таки за тремя. И заранее здесь турельку поставим. Хотя нам с вами ещё надо организовать техцентр. То есть где-нибудь рядом с базой желательно, чтобы у нас появился данный техцентр. Всё сделал по красоте. И апгрейдим мы с вами турельку до конца. Направляем нового человека сюда. Далее техцентр у нас будет стоить очень дорого. 300 единиц. Но чем раньше мы его получим, тем, соответственно, лучше для нас будет. Главное, что я замаксил себе экстракторы и левые фланги. То есть за это можно не переживать. Всё. Техцентр у нас с вами строится. Поставим его на определённом удалении. И, конечно же, я не знаю, почему там у нас оттуда никто ещё не топает. Но надо, ребята, держать в запасе, думаю, лишние там 300 единиц. На всякий пожарный случай, что называется, да? Хорошо. Построился техцентр. Направляем туда нашего бойца замечательного. Да я думаю, когда они вернутся на землю, они таких тут баек понатравят. Так, Energy Hub. Слушайте, я не могу что ли больше построить Energy Hub? Вот это, конечно, интересный такой момент. Ладно, и мы с вами исследуем ракетный лаунчер. Ребята, у вас память что ли такая короткая? Вы не помните, что было в прошлый раз, да? Как-то это очень странно. Ладно. Но Machine Gun здесь... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Мне экстрактор снесли. Охренеть, они ещё одну тему снесли. Ёлы-макарёлы, друзья мои. Да тут всё вообще опасно, я так вам могу сказать. Слушайте, слушайте, слушайте. У меня даже денег не хватает, чтобы отремонтировать всё это добро. Вот это поворот! Вот это, друзья мои, поворот. Прям вообще такой переворот. Я здесь, по сути, сейчас даже не смогу эту миссию выполнить. Не, ребят, давайте мы с вами лучше по новой попробуем, потому что к такому меня жизнь не готовила. Понятное дело, я там ещё сначала затупил. Я не мог понять, куда эти экстракторы ставить. Но как-то в этой миссии слишком жёстко. Я могу сказать, даже предыдущая с ней не сравнится. Да вообще так красиво, дружище. Прям вообще... Вообще, я аж удивлён, как здесь красиво. А, видимо, потому что я не зацепил этим самым... Понятно. Глюпий, глюпий, диодант. Да? Глюпий, глюпий. Ладно, отправляем на исследование. Сейчас мы с вами поставим экстракторы. Да, раз, два, три. Я всё понял, ребята. Глюпий, глюпий, диодант. Хорошо. Ну, в принципе, нам трое экстракторов, я думаю, сейчас за глаза хватит. Главное, вложиться сейчас в наши турельки и направить первых людей в эти экстракторы. Заранее их прокачаем. Слушайте, ну это, конечно, тупизна из разряд диодант-стайла. Апаем ещё раз до трёшки. Там, в принципе, пока что у нас не скоро ещё эти твари притопают. Но это уже получше, потому что, не знаю, как бы я проходил ту миссию всего с тремя экстракторами непонятника. И у нас с вами ещё один есть человек. Направляем их заранее в турельки. Ждём прибытия ещё троих новых бойцов. И, конечно же, исследования. Всё замечательно. Но при всём при этом нам с вами ещё надо будет сюда поставить вот эту тему. замечательную. Ладно, пока что я не буду тратиться. И экстрактор мы с вами организуем здесь. Думаю, так поступим. Опка. Опа-опа-па. Уже поползли первые зомбаки с запада. Хорошо. Но мы с вами сейчас к этому подготовимся. В экстрактор направляем людей. И ставим ещё одну дополнительную здесь турельку, чтобы они друг с другом стояли. Хорошо. Замаксили мы с вами экстракторы здесь. Пока что я не буду, наверное, там ничего менять. Только свободного человечка направлю сюда. Ну и вот этого товарища надо ему сюда кого-то, знаете, в подкрепление направить. Мне кажется, там в соло эта турель никак не сможет справиться. Поэтому мы с вами вот тут парочку организуем такую хорошую, да? Отлично. Далее. Экстрактор работает. Быстренько проапаем его. То есть чем больше денег мы с вами сейчас получим, тем лучше. И на первое время, я думаю, мы сейчас с вами не будем строить турель дополнительную. Мы лучше запросим себе побольше подкрепления. Там, допустим, за 300 единичек. Благо у нас капает вообще деньги просто замечательно. То есть работает большое количество экстракторов. 359, 307. Ну уж дотерпим, друзья мои, до 450 и как-нибудь, да? Запросим себе побольше бойцов. Хорошо. И вроде как тут у нас прорыва нету такого основного. Но я проапу именно вот это направление, потому что там меня так пробили знатно, честно говоря. Хорошо. Замаксили экстрактор. Потом, блин, даже лабораторию не знаю, где можно поставить. Давайте мы рядом с базой организуем новый энергетический хаб. И быстренько апаем мы с вами турельки там до максимального левла. Пока есть такая возможность. Тут у нас тоже. То есть, чтобы я не переживал за эти фланги, чтобы я понимал, там у нас все хорошо, все замечательно. И давайте еще тут экстрактор мы с вами организуем. А, соответственно, исследовательскую лабораторию где-нибудь здесь мы с вами поставим. Вот как раз-таки сейчас струи новых бойцов уже отправляются к нам. Крайнего свободного человека я направляю в экстрактор. Заранее его тоже прокачаю. Обязательно куда же без этого. Ну, чтобы деньги прям рекой лились в наши с вами ручки. Хорошо, 300 золотых. Направляем одного сюда. А здесь мы с вами уже, наверное, будем делать заготовочки под турели, как вы понимаете. Плюс... Неужели у меня все заку... Ай, блин, максимум 4 хаба можно поставить. Блин, ну это вообще печаль тоска, друзья мои. Это очень большая печаль тоска. Но, знаете, что я могу сказать? Нам можно просто взять и, допустим, снести вот с этом направлении все, да? Блин, а как же мне его снести-то? Реранч. Давайте его, наверное, сюда направим, я не знаю. Хрен бы с ним, что у нас там ничего нету, да? Мне сейчас надо вот другой фланг перекрывать, что называется. Значит, там будет вообще месище. Плюс здесь необходимо поставить турели, вот эти защитные. Да, друзья мои, лучше уж сделать так, наверное. Направляем сюда быстренько людей. Исследуем ракетный лаунчер. Быстренько это все добро апаем. Потому что, ну, увидите, да? Сейчас тут вообще очень много противников находится. Пофигу, что там эти здания я потеряю. Но я их не потеряю, я их продам. Вот так вот, да? И запрашиваем мы с вами еще побольше себе бойцов. Далее исследуем здесь. Здесь поставим сюда дополнительную турель. Фуф, ну тут вообще, ребятки, попотеть, конечно, приходится знатно. И у нас до сих пор ракетный лаунчер наш не исследован, к сожалению, да? Но я оставляю здесь места все-таки. Пусть они будут. А вот с этого направления уже, соответственно, мы с вами будем действовать немножко по-другому. У нас, к сожалению, там закрыто еще одно исследование дополнительное. Но денег теперь, по крайней мере, у меня много оказалось. Но там уже ползут толстячки. Давай, ракетный лаунчер, быстрее исследуйся. Ох-ох-ох-ох-ох. И здесь я, наверное, тоже вот такую турель поставлю. И еще вот такую, чтобы прямо рядом с базой все это добро было. Все исследование закончено. Ставим мы с вами ракетный лаунчер. Раз, два. Раз. Хорошо. И направляем сюда заранее людей наших замечательных, да? Раз, два. И благо денег у меня хватает. Как раз-таки прибывает сюда подкрепление. Короче, друзья мои, денег мы с вами тратим на все эти исследования, на все наши запросы. Прям нереальное количество. Ну, уж такая нужна нужда у нас с вами, да? Уж простите старину диоданта. Так, по очереди будем, наверное, прокачивать лаунчеры, чтобы тут ненароком не сдохнуть. Далее, человека отправляем в турельку дополнительную, которая у нас сейчас есть. И что-то там на западе, по-моему, у нас скоро начнется. Ну, в принципе, 146 бойцов осталось, не так же много. Здесь мы замаксивали. Тут прям 4 из 4, что называется. Опа, лазер какой-то у нас с вами. Ох ты, слушайте, новый лазер можно исследовать. Классно. Уже прикольненько. Ну, я думаю, что турель здесь вообще не в тему, как мне кажется. Здесь все-таки надо поставить, ну, либо лазер, либо ракетный лаунчер, либо что-то в этом духе. То есть такое дальнобойное. И вот, наверное, как раз-таки здесь я организую новую ракетную установку. Но там толпа уже, ребята, будь здоров. Вы же видите сами, да? Пока этот лазер там у нас исследуется, пройдет куча времени. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ну, турельки я здесь вроде как замаксил уже прям совсем. Ну, вся надежда, что я сейчас смогу здесь что-то сделать. Давайте сюда бойцов наших направим. Давайте-давайте, ребятки, топайте сюда. Сейчас надо будет принимать противников. Прям вообще вплотную, что называется, это все добро делать. На западе вроде как те же гладь. Никого там у нас нету. А вот тут уже пора бы мне начинать ремонтироваться, да? Хорошо, хорошо. Ремонт, кстати, это панацея от всего, от всех бед. У кого-то тут у нас с вами ранило, к сожалению. Отводим его обратно. Ремонт это панацея, потому что зомбаки перестают атаковать тебя. Ну все, исследование закончено. А, блин. У нас с вами какой-то ранер здесь, да? Ладно, поставлю-ка я лазер лучше сюда. Далее, продам я эту тему, поставлю здесь тоже этот лазер. По-моему, он самый мощный у нас с вами сейчас здесь. Направляем сразу людей в эту сторону. Нихрена себе он там, парень, бежит. Вы посмотрите, что творит. Ладно, прокачиваемся. Но благо этот лазер умудряется контролировать такое довольно большое количество территорий. Так, 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 хорошо. Лазер это круто. Лазер это класс. Не было бы лазера, не было бы нас. Хорошо. Прокачиваем с вами еще здесь ракетную турель. Я запрошу еще все дополнительных бойцов. Я понимаю, что я, скорее всего, не выполнил там условия этой миссии. Но мне уже по барабанам. Мне главное людей сберечь. И самому отсюда желательно смыться. Потому что еще 68 противников осталось. Я не знаю, какие они там жесткие, нежесткие. Но, как говорится, береженого бог бережет. Ну, лазер, кстати, блин, не такая крутая штука, как мне показалось с первого раза. Давайте это добро мы с вами продадим. А вместо этой темы мы поставим... Ну, тоже еще один лазер, наверное. Чего уж тут, как говорится, мелочиться. Раннеры опасные штуки. Реально, очень опасные. Притом лазер что-то его не видит, ребята. Лазер его не видит. Раннер его там бьет спокойненько. Ааа, блин, у него слепая зона, ребята. У него еще слепая зона, вдобавок ко всему. Вот это поворотец. Кстати, кстати, очень неприятный поворот, который в дальнейшем нам может так сильно помешать. Ладно, ремонтируемся. Ну, то есть нужны такие штуки, которые будут держать этих тварей. Нифига себе, они там бегут, ребята. Посмотрите, что творят. Ладно, у нас уже 10 бойцов. Давайте их сюда выделим. Прям такой десант, блин. Космодесантники наши. Давайте, ребятки, выезжайте. Ремонтируем пушки. Пушки на макушке. Доделаем ремонт. Да, раннеры, друзья мои, тут, конечно, делают страшные вещи с нашей базой. Ух, ну крутая игра. Ребят, реально, объективно, очень достойный табор дефенс. Я даже не ожидал, что все кажется настолько круто, что оно так захватит меня. Что прямо вот вообще не отпускает. И здесь становится, ну, очень тяжело. Ладно, с раннерами расправляемся. Твари такие. Ну, и, конечно, досадно, что я перки не получу. Перки бы здесь, вот, допустим, 50% на более дешевое строительство. Это же классно, да? И чем дальше, я так понимаю, тем хуже будет у нас с вами. То есть без перков дальше воевать будет вообще такое, такое удовольствие, очень проблематично, как мне кажется. Давайте сюда направим свободных бойцов. Ну, это все, это вроде как победа. Всех мы с вами перебили. Ребят, я вас поздравляю, мы прошли это говно. Мы с вами сделали. Блин, и вы знаете, в чем прикол? Ай-яй-яй, из-за того, что последний этот раннер... Ах, из-за того, что он просто взял, нанес пару тычек, мне не дали эту ачивку. Ребята, бом-бом-бом. Ладно, друзья, спасибо большое за то, что были. Поставьте лайкосики, напишите, хотите еще в серию. С вами был Диодант, всем удачи и пока-пока.